Для скорости и надежной работы экстренных и социальных служб автопарк учреждений автономии пополнился новыми образцами транспорта. Всего в регион поступили 49 единиц. Среди них пассажирские автобусы, реанимобили, пожарные цистерны и коммунальная техника. Всеволод Ставчанский продолжит. Дополнительный стоит кондиционер. Уже и кондиционер, и печка работает. Люк, пожалуйста. Все условия. Безопасность и комфорт маленьким пассажирам теперь обеспечены. Водитель Биробиджанского детского дома номер 2 Виталий Сидоров за рулем уже 35 лет. Новая «Газель» вместимостью 8 человек отвечает всем современным стандартам. Старый парк у нас практически уже списан. Большой автобус списали, сейчас очередь УАЗика тоже списывается. Поэтому тут, конечно, мы рады получить новую технику. Приятно, свежее, совсем уже комфорт другой и все остальное. Труднодоступные дороги, суровые климатические условия. Когда на счету каждая секунда транспорт экстренных служб должен обладать надежными техническими характеристиками. Этим железным коням предстоит пройти боевое крещение множеством тревожных сигналов. Тем, кто спешит на пожары, оказывает скорую неотложную помощь. Абсолютно вся пришедшая в область новая техника обладает высокой проходимостью, что важно в экстремальных ситуациях. К слову, ряд моделей уже успел проявить себя с положительной стороны. Крепкая ходовая часть, необходимое медицинское оборудование. Областная станция скорой помощи пополнила свой автопарк сразу 15-ю авто. Отечественные УАЗы будут нести службу в сельской местности. Форды отправятся охранять здоровье биробиджанцев. Я езжу на таком же, только, короче, ну он старого выпуска, 12-го года машина. Честно скажу, ну вот 150 тысяч пробег, еще ничего не делали. Ну так, колодки туда-сюда. Уборочные машины, транспорт для социальных учреждений, пожарные цистерны. Многие службы не обновляли парк. Особенно рады современным образцам те, кто работает в районах автономии. Самый молодой уже 12 лет машине, а те, то есть они уже старше намного. И, конечно, приятно получить новую машину. Тем более с таким объемом воды, 6 кубов. А на Зеллах у нас по 2 куба. 22 пассажирских автобуса выйдут на маршруты в Ленинском, Октябрьском, Смедовическом и Облучинском районах автономии. Три будут осуществлять перевозки в областном центре. Ключи от новой техники в торжественной обстановке вручил временно исполняющий обязанности губернатора региона Ростислав Гольдштейн. У нас есть программа «Центр точек экономического роста», которую ведет Александр Александрович Козлов, министр развития Дальнего Востока и Арктики. И при поддержке Юрия Петровича Трутнева нам удалось убедить и добиться получения этой техники. К концу этого года в автономию дополнительно поступят еще порядка 50 единиц транспорта, в том числе обновится парк коммунальной спецтехники. Всевлад Ставчанский, Павел Антонюк, Вести, Биробиджан.